Приветствую вас! И вы знаете, смотрю на, смотрю на раздел кратерики, иногда у нас на ресурсе, и понимаю, что не может быть бредом того, что помогает людям. Вот серьезно, не было бы тогда всех этих благодарностей, не было бы тогда всего вот этого вот позитива, который имеется, да, на эзотериков и вообще. Но, вот что я вам хочу сказать. Когда человек живет, если это человек осознанный, если это человек со статиками, если это человек осознающий себя, осознающий самосознанием, то есть отделяющий себя, допустим, на уровне природного индивида, на уровне социального индивида и так далее, да, на уровне личностного, так сказать, роста, Если этот человек осознающий себя, то он никогда не захочет лишиться контроля своей жизни. И этот контроль своей жизни, он, конечно, предполагает, может быть, более скромные результаты, более скромные достижения в том, что касается и личных отношений, и чего-то еще. Ну, например, вам, может быть, захочется приворожить, да, скажем, какого-нибудь богатого человека, бизнесмена, и вы попросите об этом эзотерикам, и он вам это сделает. И, может быть, действительно получится. Получится сделать так, что этот богатый человек обратит на вас внимание, влюбится, вы будете вместе и прочее. Но это будете как бы не вы, на самом деле. Это будет кто-то другой, но не вы. Не вы будете с ним, не вы, а его в себя влюбите. Это будет вмешательство в личное пространство человека. И человек не будет любить вас в прямом смысле этого слова. Он будет любить что-то другое. Образ может быть. Свои представления о вас, допустим. Но не вам. А вы не сможете построить эти отношения, исходя из своих природных данных, из своих способностей, из своих достоинств, плюсов и минусов. Этого вы сделать не сможете. И поэтому нужно сказать, что контроль, именно потому что ваши отношения будут не благодаря вашим усилиям. Контроль над ними вы иметь не будете. Это будет бесконтрольные отношения. И так же легко, может быть просто, так же стихийно, как они у вас начнутся, они так же у вас и закончатся. И вы ничего не сможете с этим поделать. У вас не было изначально естественных рычагов для того, чтобы с человеком сблизиться. И у вас не будет естественных рычагов, чтобы с человеком, чтобы удержать человека рядом с собой. То есть, по сути говоря, не будет никакого контроля, не будет средств управления. И мы подходим к двум основным аспектам, которые мне бы хотелось назвать. Это первое, собственно говоря, отсутствие вас в отношениях, как партнера. Как партнера реального, потому что при приворотах создается образ человека, но не реальный человек. Потому что, ну вы понимаете, да, что если кто-то не влюбляется, а его привораживают, значит получается, ему навязывают некий образ. И этот образ навязанный, он такой, чтобы человеку понравился, понравился, да, тому, кого привораживают. Если, значит, человек привораживают, то его как бы насильно привязывают к тому, кому привораживают. И получается, что человек находится вроде бы, вроде бы с кем-то, но при этом образ совсем другой. Это не вы, не вы, не вы реальный человек. Вы тот, кто есть в сознании привораженного. И если когда-нибудь этот образ разлучится, то моментально вы, ну, перестанете быть с ним. Потому что исчезнет стимул для человека, которого приворажили, быть с вами. Второе, прямо вытекающее из этого. Это отсутствие контроля в отношениях. Эти отношения никак вами не контролируют. Почему? Потому что они, как бы сказать, искусственно созданы, во-первых. Во-вторых, они созданы не вами, а третьим лицом. И это третье лицо имеет все средства для управления отношениями, но не будет этого делать постоянно. И из-за этого регуляция взаимодействия, которая происходит между людьми естественным образом, осуществляться также не будет. И куда эти отношения будут двигаться, как они будут развиваться, ну, предсказать, невозможно. Поэтому, если вы готовы к вот этим вот негативным последствиям, то можете легко обращаться к приворотам, пользоваться ими и так далее. Но если вы не хотите терять данные аспекты, если они вам важны, если вы придаёте им значение достаточно сильно, то отношения, любовные отношения лучше строить всё-таки собственными силами. И да, может быть, результат и партнёр будут поскромнее, но зато это будет то, чего добились вы сами. Это будет полностью зависеть от вас, полностью. И вы сможете осуществлять, естественно, постоянную регуляцию этих отношений. Вот, как видите, на выбор у вас два момента, два, как бы, решения проблемы. Проблемы одиночества, допустим, проблемы отсутствия личной жизни, скажем так. И какой из этих вариантов вы выберете решать вам? На самом деле, и тот, и тот вариант можно использовать. Как ещё раз повторю, практика наблюдения показывает, что в этом что-то есть, это работа. Но вам нужно выбрать, какой вариант вам более подходит. Исходя из ваших представлений, может быть, исходя из ваших взглядов, моральных ценностей и так далее, мы здесь не те люди, которые будут судить и выносить какой-то вердикт. Вот, Лидия, например, написала про магические представления, она права. Вот, по-своему, она права. Магические представления действительно ведут к регрессу, это архаизм, это всё. Это действительно так. Но имеет смысл говорить об этом тогда, как мне кажется, когда магические представления реально и по факту мешают жизни человека. Мешают жизни общества. Вот, например, можно говорить о негативных последствиях, например, магических представлений, когда речь идёт о, скажем, вынесении на волю оракула судьбы людей. Вот это да. Оракул, магические представления, архаизмы решают судьбы других людей, людей реальных. И вот здесь, простите, прямой вред. Вот с этим нужно разбираться. А если вам, может быть, хочется попробовать приворожить, может быть, хочется рискнуть и посмотреть, а что будет? А вдруг получится построить такие отношения? А вероятность этого ведь есть? Ну, почему бы и не попробовать? Попробуйте, если хотите. Но всегда имейте в виду те аспекты, которые я сказал. И тогда, до крайней мере, для вас не будут неожиданностей, для вас не будут сюрпризами те обстоятельства в жизни, в жизни, которые могут случиться с вами. Вы будете, пусть и на уровне подсознания, к ним готовы. И я считаю, что именно такова задача психолога, подготовить человека к возможным развитию этой ситуации. А решать только вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Спасибо.